Здравствуйте, в этом видеоуроке я расскажу вам, как моделировать стены интерьера. Так, у нас есть текст задания, это фотографии, различные документы, текст, ну и какая-то переписка с заказчиком. Исходя из этой информации, мы, возможно, вы выезжали на объект и у вас есть готовый чертеж, но вот в данном случае нет. Вы можете чертеж изначально создать либо в автокаде, импортировать его в 3D Max, либо начать его создавать прямо в 3D Max. Если это обычная квадратная комната, то проще это сделать сразу в 3D Max. В нашем случае это квадратная комната. Заходим в Shapes, Create Shapes, Splines, Rectangle. И создаем наш Rectangle. Переходим в его свойства и задаем его размеры. Это 3 метра на 5 метров. То есть это 3000 миллиметров на 5000 миллиметров. Надо проверить, какие у нас настройки стоят. Unit Setup. Все правильно. Метры, миллиметры. Метрическая система, миллиметры. Теперь нам нужно задать толщину стен. Для этого применяем, конвертируем в Editable Spline нашу созданную линию. Выделяем всю нашу линию. И применяем инструмент Outline. Средина стены у нас будет, ну допустим, 30 сантиметров 300 миллиметров. То есть... Ага, у нас она получилась во внутрь, а нам нужно наоборот наружу. Поэтому вводим минус 300 миллиметров. Вот, получили стену. В AutoCAD вы уже могли иметь такую заготовку. Теперь, так как я люблю аккуратность и четкость, давайте поставим наш объект четко в центр координат. Вот здесь вот мы вручную можем задавать координаты любого объекта. Теперь у нас сцена стоит точно по центру. Дальше. Применяем к получившемуся объекту модификатор Extrude. Здесь нужно ввести высоту потолка. Сейчас я уточню, какая у нас высота потолка. Три с половиной метра. Достаточно высокий потолок. Вот, мы получили наше помещение. Теперь нужно сделать в нем пол, потолок и окна. Окно и дверь. Этот проект, он для туристической компании. Это будет не проект какого-то одного здания. Это должен быть концепт того, как должен выглядеть офис. Поэтому точные размеры тут, в принципе, не так важны. Где окно располагается, где дверь. Если у вас есть точные размеры, хорошо. Если нет, то вот в данном случае их нет. Сначала создадим потолок. Заходим Create Shapes Line. Включаем Auto Grid. И настраиваем нашу привязку. Наводим нашу мышку на инструмент Snaps Toggle. Нажимаем правую кнопку мыши. Убираем галочку Grid Points. И добавляем галочку на Vertex. Ничего больше не нажимаем. Не нажимаем ни в коем случае Clear All. И закрываем это окно. Теперь у нас... Теперь включаем эту привязку. Нажимаем левой кнопкой мыши. Теперь мы привязываемся к вершинам. Когда создаем линии. Итак, начнем. Нет, Auto Grid нам лучше выключить. Создаем потолок. Это просто линия. Сначала создаем просто линию. Привязавшись к углам. Он нас спрашивает завершить сплайн. Да? Замкнуть его. Вот у нас получился сплайн. Потолок у нас простой. Мы могли сделать Electrangel. Но если у вас потолок сложной формы. То проще всего сделать это вот таким вот образом. С привязкой. Теперь применяем к нашей получившейся линии модификатор Extrude. Потолок таким широким делать не будем. Это не принципиально. Какой размер мы здесь зададим. Ну, зададим 20 мм, допустим. Вот у нас потолок. Давайте его обозначим другим цветом, чтобы было понятно. Вот это у нас потолок. Так, выделяем наш потолок. Нажимаем клавишу Shift. И зажатой клавишей Shift перетаскиваем его по оси Z вниз. Так, делать это лучше с выключенной привязкой. Копируем как копия. По оси Z вводим ему координату 0. Теперь он стоит у нас на 0. Если мы посмотрим в виде спереди. То вот он наш пол. Он немножко заходит внутрь комнаты. И немножко теряет ее объем на 20 мм. Это не принципиально, но так как я аккуратист в этом плане. То я поставлю не 20, а минус 20. И теперь у нас все четко. Осталось сделать только двери и окна. Чтобы создать дверь, мы можем просто вырезать дверь. Просто нарисовать бокс. Допустим, вот здесь. Лучше это делать в виде сверху. Вот здесь вот нарисуем дверь. Этот бокс мы потом вырежем. Сейчас нам нужно просто габариты двери задать. В величине этого бокса. Высота двери 2 метра. То есть, 2000 мм. Ширина двери. Вот этого значения. Ну, введем полтора метра. Ой. Допустим, метр двадцать. Глубину задавать не нужно. Главное, чтобы она была больше, чем стена. Теперь, делаем так, чтобы она проходила сквозь стену. Вот здесь у нас будет располагаться дверь. Судя по фотографиям нашего офиса. То есть, ну, тут дверь не видно, но вообще она со стороны фотографа. Когда я там был, я помню. Вот здесь вот у нас находится дверь. Можем посмотреть в виде спереди. Теперь выделяем наши стены. Заходим во вкладку Create. Compound Object. Pro Boolean. Нажимаем Start Picking. И нажимаем на наш бокс. Вот у нас получилось отверстие для двери. Точно так же мы сейчас сделаем с окном. То есть, вот здесь вот мы нарисуем окно. Опять идем в вид сверху. Смотрим. Вот у нас дверь. Вот здесь у нас должно быть окно. Создаем стандартный бокс. Допустим, окно у нас будет по центру. Поэтому по оси Y мы должны ввести значение 0 мм. Вот оно у нас стало ровно по центру. Высота окна. Сначала зададим, на какой высоте оно должно быть вообще. На какой высоте у нас находится подоконник. Это пусть будет 80 см. 800 мм. Теперь высота самого окна. Пусть будет 1,90 м. Ширина окна. Тоже сделаем его 2 метра. Вот такое вот у нас большое окно. Допустим. Его так же делаем пересекающимся. Делаем его пошире. Выделяем наши стены. И к ним уже применен Probolean. Нажимаем еще раз Start Picking. Нажимаем наше окно. Все, получили дырку. Вот, собственно, стены у нас готовы. Дальше нам нужно будет настроить свет. Импортировать объекты. Создать свои объекты. И прочее, прочее, прочее. Об этом я расскажу в следующих уроках.